Одна из ключевых задач этого проекта – повышение комфорта городской среды. Это благоустройство дворовых и общественных территорий, в том числе тротуаров и детских площадок. За 10 лет благодаря участию в национальном проекте в Великомустюге появилось множество объектов. Из самых ярких – это скверы Нагорный и Заводской. Также в этом году будут благоустроены пешеходная зона по улице Набережная и сквер Мира. В 2023 году в голосовании примут участие 9 территорий. Одна из которых – тротуар по улице Осипенко от улицы Луначарского до Неводчикова. Он не ремонтировался много лет и жители считают, что его обновление необходимо. Да, здесь нет тротуара, видите, тут все такое. Но сделать бы, конечно, можно его. Вот он вошел в число объектов, за которых будут в этом году голосовать. Возможно, если он победит, то его сделают красивой в брусчатке, считаете, надо? Ну и хорошо, да, обязательно. Надо сделать, потому что люди тоже здесь ходят. Очень много в магазин, в аптеку. Хорошо бы сделали. Да не мешало бы тротуары в нашем районе, вот там в море уйти. Не мешало бы сделать. Потому что иногда бывает тут суша, а тут сыро. И приходится маленечко уйти, машину пропускать. А приходится усмотреть и пропускать. Как иначе то. Победа каждого объекта, вынесенного на голосование, это слаженная работа населения, власти и народных избранников. Депутаты лично присутствуют при выборе тех или иных территорий для благоустройства и принимают активное участие во время голосования. Принять участие в голосовании могут все желающие в возрасте от 14 лет, по итогам которого определится несколько победителей. С 15 апреля по 30 мая стартует онлайн-голосование по отбору объектов благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Всего на голосовании по Великому Устюгу представлено 9 объектов. Один из них – это лыжероллерная трасса на территории сквера 50-летия октября. Остальные 8 объектов – это благоустройство тротуара в различных частях нашего города. До 30 мая на платформе загородсреда.ру и на сайте госуслуги каждый гражданин России в возрасте от 14 лет сможет отдать свой голос за ту или иную территорию по благоустройству. Кроме того, в торговых точках города, в многофункциональном центре «Мои документы» в Центральной и Библиотеке семейного досуга с 15 апреля будут находиться волонтеры, которые объяснят и помогут устьюжанам принять участие в голосовании за ту общественную территорию, которая больше всего нуждается в обновлении и модернизации. Оксана Митинева, Антон Карев, Телеканал «Русский Север». Продолжение следует... Продолжение следует...